Один из последних репетиций проходит Дворце культуры в Назране. Участники – ведущие солисты республики из самых разных коллективов. Имбушетия, Магаз, Лиг, Торгим, Аса. А вот от разнообразия номеров, которые будут представлены на праздничном концерте в Москве, остается только восторгаться. Вступительный танец – пролог, как его называют сами организаторы. Состоит из небольшой зарисовки. Девушки собирают воду у рыча. Во всем сквозит умиротворение и гармония, как в движении танцоров, так и в самом подборе музыки. Воинственные нарты не позволят зрителю расслабиться. Голливудский экшен отдыхает. Параллельно проходят репетиции праздничного танца, в котором участвуют все солисты. И одна из новинок ансамбля «Ингушетия» – «Гвилецкий танец». Даля Ильянова – солистка ансамбля «Ингушетия». В коллективе уже шесть лет, но каждая программа выступлений и подготовка к ней – для нее важное событие. Не исключение предстоящие мероприятия в Кремле по случаю 25-летия республики. В Кремлевском дворце мы уже не первый раз выступаем. Есть тут, правда, новенькие девочки, которые будут первый раз выходить на такую большую сцену. Волнение, конечно, всегда бывает. Но ничего, мы с этим боремся. Абдул-Мажид Халухаев ансамбля четыре года. К каждому своему выступлению парень готовится с полной самоотдачей. В предстоящих праздничных мероприятиях он будет выступать практически в каждом номере. А в танце-нарту он исполнит сложные акробатические трюки. Цена самая большая, можно сказать, в России. Очень много зрителей там бывает. Конечно, волнительно, ответственно. Если там что-то не так сделаешь, подводишь всю республику. Руководитель ансамбля «Ингушетия» за своих солистов беспокоится не меньше самих ребят, поскольку он считает, что подобного рода мероприятия, как концерт 25-летию республики, в Кремлевском дворце событие важное, а значит, надо готовиться и показать все идеально. Естественно, мы готовим программу, интересную программу. У нас будет новый танец, гвелетинский танец, он называется. У нас новый будет пролог, хороший номер с долями. Я думаю, что ансамбль «Ингушетия» будет достойно выглядеть на сцене на фоне карачаевской ансамбля «Ингушетия». Любимец многих республиканских, российских и международных мероприятий – детский ансамбль «Таргим». Также участвует в предстоящем концерте. Ребятам в этом коллективе от 10-15 лет, но за плечами много лет упорной работы в танцевальном ансамбле. В этом танце они задействованы, что именно дети исполняют сольные партии, так как вот это вот, и это интересно, идет танец, танцуют взрослые, и выходят на сольные партии дети, ну, как-то так получают более зрелищным и интересным. Одной из последних репетиций участвовала министр культуры «Ингушетия». Она отметила все погрешности, которые необходимо устранить в ближайшие сутки, отметив при этом важность предстоящих мероприятий. По словам Марьиат Багаудиновны, на праздничном концерте по случаю 25-летия республики Кремль приедут гости не только со всех уголков России, но и за рубежа. «Заявить о себе в самом центре России, в государственном Кремльомском дворце, который считается самой престижной площадкой всей страны, это, конечно, очень серьезно. Тем более, что дата, которую мы отмечаем, 25-летие нашей республики, обязывает нас к тому, чтобы это было массово, грандиозно, показательно и многогранно, и очень интересно». Репетиция прошла на должном уровне, все солисты отрепетировали каждый номер. При этом тут учитывалось как красота исполнения, так и качество отработки каждого движения, его синхронность.